Всем привет! Сегодня хочу предоставить вашему вниманию и поделиться опытом использования вот такого вот компактного, но производительного и современного мини-компьютера. Это модель у нас Intel NAC 8-го поколения на i3. Поставляется у нас в такой вот коробочке, квадратной, небольшой, но увесистой. Что у нас внутри? Открываем. Вот сам, собственно, компьютер, пакетики. Вот такой вот маленький, как вы можете заметить, помещается на ладошке. Вот такие вот маленькие размеры. Все в пленочках. Так, посмотрим, что у нас дальше в коробке. В коробке идет еще зарядное устройство. Так, вот такое вот зарядное устройство. Компания питания. Документация. Инструкция. По сборке. Так, как это идет система Baribone, которая идет без оперативной памяти, без SSD накопителя и без операционной системы. То есть вот такая вот у нас инструкция, которой показывается. Инструкция очень большая, такая разворачивается. Здесь подробно описывается полностью вся сборка, как это делать. Ну, это можно и без инструкции, если вы достаточно опытный пользователь, то все можно сделать и без инструкции. Так, бумажки. Опять реклама. Так, в комплекте еще идут у нас вот такие винтики крепления, так понимаю, для веса крепления прикручивать. И вот такой вот винтик для крепления SSD накопителя. Так, также у нас в комплекте идет вот такое же само веса крепления. За монитор, там за телевизор, куда хотите, ну наклеечка. Так, все это вважаем обратно. Убираем. И теперь подробнее о самом компьютере. То есть, к нам компьютер вот такой вот маленький. По разъемам у него спереди у нас идет два USB-диска, ну, два USB-разъема, USB 3.0. Один из которых вот такой вот желтенький, да. По многих обзорах говорят, что вот, просто и разъем для зарядки устройств. Да, это для зарядки устройств, но это не просто разъем для зарядки устройств. Это для зарядки устройств даже в выключенном состоянии компьютера. То есть, если компьютер подключен к сети, но выключен, зарядка через него идет. Плюс у него идет повышенный, повышенный ток идет, повышенный, то есть, больше, чем обычный USB дает. На многих устройствах, которые еще не совсем такие суперзарядку требуют, которые там до 4 А, это также поддерживает быструю зарядку. То есть, вот у меня был телефон от Xiaomi, он поддерживал быструю зарядку от этого порта. Также у нас здесь есть разъем для подключения наушников или каких-то колонок. Вот, и кнопка включения. И также есть микрофоны. Два микрофона, как мы видим, это для общения с голосовым помощником, ну если кому-то это нужно. Так, идем дальше. Справа у нас ничего нет, только решетка такая для вентиляции. Сзади разъем питания, HDMI, гигабитный порт Ethernet и два USB порта. 3.0 тоже. И также есть один Thunderbolt 3. Вот, и это очень хорошая вещь для тех, кто хочет подключать чего-нибудь тоже хорошее. То есть, можно подключать к нему док-станции, то есть, даже можно подключать внешнюю видеокарту. То есть, что увеличивает возможности данного компьютера. Так, потом идет у нас такая вот решетка для вентиляции. Так, потом идем с другой стороны, с левой стороны, замок Kensington и картридер microSD. То есть, как мы видим, SD-карточку не поставить, только microSD. Ну и решетка для вентиляции. Снизу у нас тоже все стандартно. То есть, вот такие вот у нас ножки металлические. Не металлические, а прорезиненные с винтиками. То есть, их если выкрутить, то мы попадем внутрь и посмотрим. Сейчас, секундочку. Откручиваем ножки. Они с фиксацией, то есть, они не достаются, не отвалятся, не потеряются. Так, вот, открутив ножки, застаем и видим, что внутрь можно поставить две оперативные памяти DDR4. Но самое интересное, что процессор-то поддерживает память 2666 МГц. А почему-то производитель сделал так, что материнка его не поддерживает. И поэтому планки, даже если и поставить на 2666, то они все равно будут работать в частоте 2400. Даже обновление BIOS, по крайней мере, на данный момент не исправляет этого. Вот так вот достаются легко планки оперативной памяти. Так, сразу же мы видим, то есть, у меня уже установлен SSD-диск. Вот так вот он устанавливается. Вот так вот можно его снять. Откручиваем всего один винтик. И SSD-диск можно поменять. Достать, убрать. Вот, как мы видим, здесь есть разъем для SATA, но этот корпус маленький, не предусматривающий установку обычного размера SATA-диска. То есть, 2,5 дюйма. Поэтому поставить его не получится. Так, как мы видим, модуль Wi-Fi и Bluetooth уже распаян. Модуль тоже на данный момент пока еще последнего поколения, поэтому он достаточно быстрый. И Wi-Fi, и Bluetooth. То есть, все, в принципе, работает хорошо. Разведены антенны. Но, в принципе, больше сказать нечего. То есть, вот так вот он выглядит внутри. С обратной стороны, если снять вот эту крышку, подцепив, вот здесь вот есть два отверстия, то мы получим доступ к системе охлаждения, к вентилятору. Сборка происходит, собственно, обратным способом. То есть, все точно так же собирается. Устанавливается крышечка. Закручиваются винтики. Можно даже сильно не зажимать. Вот такой вот миниатюрный, но достаточно производительный компьютер, на котором, который забыл еще уточнить, что здесь имеется не просто и третий, здесь и третий с графикой от Iris. Вот как мы можем посмотреть на коробке. Iris Plus. А еще подробнее здесь есть тоже на коробочке вот такое вот описание, что он в себя включает. То есть, видите, Iris Plus 655. То есть, это достаточно производительная, встроенная графика от Intel. То есть, на ней я даже пробовал запускать World of Tanks, которые на стандартной графике, практически на максимальных настройках, идут без проблем. То есть, ну, как вы понимаете, достаточно неплохая производительность. Вот. Плюс ко всему еще HDMI версии 2.0.a. То есть, полная поддержка 4K. Поэтому, в принципе, в ближайшее время заботиться о том, что у вас может чего-то не пойти, какие-то видео с YouTube или еще откуда-то, фильмы в 4K. Не придется. Поэтому компьютер достаточно производительный на долгий срок его службы. Вот такой вот обзор. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...